Всем привет! Сегодня мы рассмотрим довольно необычную модификацию кубика Рубика. Фактически это обычный кубик Рубика, но при этом он сделан в форме шара, который вписан в куб. И на первый взгляд можно подумать, что данную головоломку невозможно разобрать, потому что она одноцветная, внутри у нас шар симметричный, снаружи куб, как же ее можно разобрать? На самом деле внутри у нас находится не шар, а эллипсоид, то есть это вытянутый шар. И при этом, когда мы вращаем, у нас шар становится уже неправильным. То есть вот так это выглядит. У нас появляются выпирающие части. То есть данная головоломка меняет свою форму при вращении. Точно так же, кеймеровый блок. У нас он тоже одноцветный, но при этом при вращении он меняет свою форму. И задача заключается в том, чтобы вернуть его кубическому виду. Здесь же нам необходимо будет вернуть форму шара. Но сложность еще заключается в том, что вращать его очень непросто. У нас очень большие углы. Если вы хотите вращать средний слой, это сделать довольно непросто. Вам необходимо просовывать палец между вот этими большими углами. И при этом еще при вращении вам необходимо контролировать средний слой, чтобы он случайно не провернулся вместе с углами. Вот я сейчас вращаю, и у меня потихоньку проворачивает средний слой. Поэтому данная головоломка является совсем непростой. Если обычно Mirror Blocks, вы в принципе визуально можете заметить, какой элемент куда-нибудь необходимо поставить. Здесь же все необходимо делать на ощупь, потому что визуально элементы практически ничем не различаются. И вам необходимо каждый раз подставлять элемент, прощупывать, подходит ли он на это место или нет. И только потом вы вставляете, если он подходит. Так что головоломка интересная, красивая, но довольно сложная. Поэтому можете писать в комментариях, как вы думаете, сколько времени понадобится для ее решения. А купить деформированный центросфер вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок ccstore.ru. В этом магазине вы найдете все, что необходимо для спидкубинга. Кубики Рубика. От бюджетных до топовых моделей. Головоломки от самых простых до самых сложных. Такие как Мегаминксы, Пираминксы, Мегаморфиксы, Пираморфиксы. Деформированные центросферы. Различные аксессуары для спидкубинга. А также в магазине недавно появились очень интересные деревянные металлические головоломки. И в ccstore всегда проходит очень интересная акция. При каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, подставка для кубика, кубик-брелок и множество других интересных подарков. Все будет зависеть от вашего заказа. Но подарок вы получаете каждому заказу. В описании я оставлю ссылку на магазин ccstore и на их группу вконтакте. Обязательно проходите и подписывайтесь. Там довольно интересно. Плюс вы всегда будете знать о новых акциях и распродажах. Мы попробуем собрать деформированную центросферу. Поехали! Ну что ж, давайте рассмотрим доголоволомку. Выпускается она компанией LIMCube. Вот логотип. И сзади есть название. Деформированная центросфера 3х3х3. Вот так выглядит головоломка. Эти головоломки бывают цветными. Я же взял себе одноцветную и будет собираться она так же как Mirror Cube. То есть вам необходимо будет находить деталь нужного размера и вставлять их в нужное место. Так, давайте разбирать. Вот так выглядит разобранная головоломка. И давайте пробуем ее собрать. Я понимаю, что главной сложностью будет не то, чтобы поставить деталь на место. Сложнее всего будет найти нужную деталь и понять, что она должна стоять именно здесь. Потому что детали очень похожи. Разница в высоте минимальна. И так просто на глаз не определишь. То есть надо будет каждый деталь подставлять и смотреть, подходит ли она под это место или нет. Так же давайте пробуем собрать. Запускаем, как всегда, время. Опять же, напоминаю, сверху мне не подсказка к решению. Это скрамбл для кубика Рубика. Кстати, смотрите, у меня чехол красивый. Ставьте лайк, если любишь Дональда Дака. Так. Запускаем время. Даже не знаю, с какой стороны начинать. Вообще без понятия. Так. Ну вот тут у меня два уголка, два ребра стоят. Так что начнем с этой стороны. Все, время пошло. Так. Есть еще одно ребро. Пытаюсь собрать крест. Вот у меня на первом центре раз, два и три ребра уже стоят на своих местах. Вот это ребро не подходит по высоте. Поэтому сейчас пытаюсь подобрать такое ребро, чтобы оно подошло по высоте. И я смог собрать крест на первой стороне. Есть. Итак, я собрал крест на первой стороне. Кстати, время 45 секунд. Я 45 секунд потратил на сборку белого креста. Так. Ну и опять же, я пока еще не знаю, правильно ли стоят эти ребра. Потому что на каждом ребре есть вот такая вот перемычка. И они имеют разную ширину, эти перемычки. Поэтому, возможно, эти ребра еще пока не в своих местах стоят. Но этого я не смогу определить, пока не поставлю углы на места. Потому что углы как раз таки определяют то, какая у нас будет здесь перемычка. Углы, опять же, я сейчас буду просто подставлять и смотреть, подходят они по размеру или нет. Потому что другого способа я не знаю, как поставить угол на место. Так. Вот здесь угол вроде по высоте подходит, но вот с этой стороны не подходит. Один угол поставил. Вот у нас уголок. Он совпадает по высоте. И, возможно, ребра у нас на своих местах. Но пока ребра не смотрим. Еще один уголок поставил на место. Тяжело передать то, что я сейчас делаю, потому что вам наверняка ничего не видно. Я сделал... И мне ничего не видно, на самом деле. Я делаю все чисто на ощупь. Поэтому тяжело снимать такой ролик. Так. Третий уголок поставил на свое место. Вот он здесь стоит. Он совпадает по высоте. И теперь следующий уголок, последний. Мне интересно, можно ли на этом кубике каким-то образом собирать сразу первые два слова. То есть сделать F2L. Так. Первый слой собран. Вот у нас все элементы по высоте совпадают. По ширине ребер я пока затрудняюсь сказать, потому что вроде бы они нормально стоят. Но затрудняюсь сказать. Возможно, в принципе, если ребро стоит на своем месте, оно другими не может быть. Скорее всего. Но не факт. В общем, пока у меня все совпадает. Первый слой собран. Теперь собираем второй слой. Сейчас будем вставлять вот эти боковые ребра. Вот это ребро я должен сейчас поставить вот сюда. Это мы делаем при помощи обычной формулы для кубика-рубика. Главное не запутаться, когда это делаешь. И главное, чтобы у тебя средний слой случайно не прикрутился. Так, поставили. Теперь следующее ребро. Так, у нас осталось последнее ребро поставить на место. И, скорее всего, оно уже стоит на своем месте. Просто его надо повернуть. Судя по тому, что другие ребра не подходят сюда. Отлетел какой-то центр. Сейчас поставим на место. Вот, нижнюю. Так. Есть. Последнее ребро. Второго слоя ставим. Так. Первые два слоя собраны. Вот так это выглядит. По ширине ребер, вроде бы, они все подходят под свои места. Вроде бы. Но пока утверждать не буду. Вроде подходит. Теперь смотрим, как у нас повернуты уголки. Возможно, потому что нужно... А, сначала ребра. Смотрим, у нас ребра повернуты. Так, ребра нужно будет поворачивать. Все или не все, пока затрудняюсь сказать. Возможно, и все ребра нужно повернуть. Так, два точно будем поворачивать. У нас либо два, либо четыре, либо ноль ребер правильно повернуты. Значит, поворачиваем все, скорее всего. Так. Теперь смотрим, что... Так, так, так. У меня прокрутился средний слой. Да ладно? У меня прокрутился средний слой случайно. И у меня разобралась одна сторона. Да ладно? Офигеть! У меня прокрутился средний слой просто-напросто из-за того, что я неаккуратно провернул кубик. Так. Так, так, так. Мне каким-то образом надо придумать, как поменять местами. Фух, вот это я себе усложнил задачу. Фактически я вернулся практически первому этапу. Сейчас пробую просто аккуратно уголки поставить на место. Вот это я себе усложнил задачу. А время-то идёт. Ещё и центр вылетает. Так. Есть. Поставил, и теперь тут уголок. Это то, о чём я говорил. Это сложность, с которой я всё-таки столкнулся. Теперь выставляем опять ребра на свои места. Скорее всего, вот эти два ребра нужно поменять местами. Хотя не факт. Да, у меня уже все ребра перемешались. Так, я вернулся к предыдущему этапу. Я собрал первые два слоя. А время уже 7.29. То есть я потерял где-то около трёх минут из-за того, что просто-напросто не контролировал средний слой. Так. Как минимум, одно ребро мы поворачиваем. Значит, мы поворачиваем как минимум уже два ребра. А два ребра парально стоят. Значит, мы делаем вот так. Так. Вот сейчас у меня развернулся, по-моему, средний слой. Вот это как раз-таки была моя ошибка в прошлый раз. Делаем ещё раз, только контролируем средний слой. Вот так. Вот так, вот так. И вот так. Есть. Я развернул все ребра так, как нам надо. Да. Теперь меняем местами уголки и вообще разворачиваем уголки. Смотрите. У меня получается по высоте вот эти ребра. Это тоже совпадает. Вот этот вот. Если я подгоню под своё место, вот сюда, он совпадает по высоте. Вот это ребро совпадает. И вот это ребро, если подогнать под своё место, тоже совпадает. Здесь наверху у нас крест уже есть. Так что ребра все правильно повёрнуты. Теперь мне нужно понять, правильно ли у меня повёрнуты уголки. Для того, чтобы это понять, я опять же буду уголки каждый подгонять под различные места и смотреть, подходит он или нет. Вот этот уголок у нас точно никуда не подходит. Так. Смотрим следующий уголок. Подгоняем под разные места и смотрим, совпадает на высоте или нет. Он точно нигде не совпадает. И я, в принципе, могу повер... Нет, они ещё могут быть в разных местах, поэтому это не факт. Так. Этот уголок не совпадает. То есть, у нас три уголка, два уголка уже точно нигде не совпадают. Три уголка не совпадают. И, скорее всего, что мне подскажет, четвертый будет где-то совпадать по высоте. И, значит, он будет в своем месте. Нет, у нас все четыре уголка не пронестоят. Поэтому я не буду определять какая-то ситуация. Я не смогу это определить на таком кубике. Просто делаем рыбку. Так. Так, ладно, не запутаться, чтобы у нас средний слой не пронулся. Есть. Смотрим, что у нас получилось. Сейчас у нас должно было повернуться три ребра. Так. Уголка. То есть, один уголок совпадает. Есть. Теперь второй уголок смотрим. Второй уголок не совпадает ни с чем. Так. Смотрим. Третий уголок. Третий уголок совпадает. И четвертый, по идее, тоже не будет совпадать, как и второй. Да, четвертый у нас не совпадает. То есть, у нас вот эти два уголка не совпадают. И у нас здесь ситуация, скорее, я не знаю, в какую сторону мне нужно вращать, но провернуть вот таким образом. Вот так. И смотрим, что у нас получилось. Итак, вот эти у нас уже совпадают 100%, а вот эти, возможно, надо просто местами поменять. Нет, они повернуты. Или нет? Все. У нас только надо поменять местами ребра. Отлично. У нас сейчас два ребра нужно поменять местами. Такой ситуации на кубике Рубика быть не может. Это паритет, который возникает на кубике 4х4. Дело в том, что у нас вот эти вот ребра, у нас они попарно одинаковые. То есть вот эти два ребра одинаковые, вот эти два ребра одинаковые. Или вот эти одинаковые, вот эти одинаковые. В общем, их нужно менять местами, и, по идее, у нас все решится. Так. есть первый раз и второй раз так ставлю на место проверяю все собрал потратил 10 минут 58 секунд sub 11 так ну смотрим теперь правильный он собран в высоте все совпадает вот по высоте у нас все совпадает везде то есть вроде бы он правильно собран единственное что я не знаю насколько правильно с辦法 вот эти перемычки по ширине потому что они разной ширины разной толщины и возможно если в принципе ребро стоит так что она не выпирает возможно перемычку тоже стоит на своем месте тяжело сказать на самом деле очень тяжело искать правильно на собрана то что в принципе вроде бы все совпадает сейчас кубик выглядит полностью собранным возможно у нас есть ребра одинаковой формы Но при этом у них будет перемычка разной толщины Вот это вот И тогда это будет значить, что у нас, возможно, какие-то ребра можно взаимно заменять И при этом в каких-то ситуациях они будут стоять на своих местах, а в каких-то не на своих Поэтому для того, чтобы понять, могут быть ли такие ситуации Давайте разберем головоломку и посмотрим вообще, есть ли у нас одинаковые ребра с разными перемычками Снимаем верхний слой Ну и здесь, в принципе, у нас конструкция точно такая же, как в обычном кубике Рубика Единственное, что нам нужно сравнить ребра Давайте пока возьмем ребра только с верхнего слоя Так, нам надо будет еще их обратно потом поставить По идее, вот эти ребра друг напротив друга одинаковой формы должны быть Судя по всему, как я и говорил, у нас могут быть одинаковые ребра, но при этом у них разной толщины от этой перемычки То есть каждый элемент здесь уникальный Я не могу просто-напросто поменять местами вот эти два ребра, потому что в каком-то случае у нас перемычка вот эта не подойдет по ширине Поэтому кубик очень сложный Я вот точно даже сейчас не могу сказать, правильно его собрал или нет Потому что, возможно, у меня где-то перемычка слишком толстая для данного места, где-то слишком тонкая Сейчас вот, если вот так смотреть аккуратно, не разбирая головоломку Я вижу, что вот здесь перемычка, например, точно 100% подходит по ширине Вот здесь прямо видно, насколько она подходит хорошо Так, смотрим дальше Вот здесь перемычка вроде бы тоже подходит Но, опять же, точно сказать не могу Вроде бы подходит по ширине Вот здесь Вот здесь Вот здесь она, по-моему, чуть тоньше, чем должна быть Ребра мне чуть тоньше Вот здесь чуть-чуть тоньше тоже А может быть, подходит То есть, сейчас наверняка сказать, правильно собрал этот кубик или нет, я не могу Потому что я просто-напросто не вижу, какой элемент должен где стоять То есть, в принципе, у нас шар собран Как видите, шар полностью у нас правильно собран Куб у нас тоже правильно собран Но, возможно, где-то перемычки неправильно стоят Из-за этого я не могу со 100% уверенностью сказать, что я собрал данную головоломку Скорее всего, собрал, но, может быть, и нет Если бы этот кубик был цветным Сразу было бы понятно, стоит ли ребро на своем месте или нет Сейчас же я просто-напросто даже не могу сказать, правильно стоит или нет Потому что, в любом случае, даже когда ребро стоит на своем месте Вот здесь разница небольшая в толщине есть Потому что он не идеальный Поэтому, когда эта разница достаточно большая Чтобы считать, что ребро стоит не на своем месте А когда разница недостаточно большая Считать, что ребро стоит на своем месте Я наверняка сказать не могу Поэтому пишите в комментариях, как вы считаете, собран данный кубик или нет сразу скажу данный головномку механически лучше не разбирать вот видите у меня упал уголок и он уже разлетелся но хорошо хотя бы здесь понятно где к элемент должен стоять как бы его запихнуть сюда так что мне все не разлетелось последний момент да ладно все теперь скручиваем обратно я сейчас поискал информацию в интернете к сожалению нашел только одно видео где собирали вот точно такой же головном как у меня из одноцветного пластика там кстати тоже синий кубик был видео на немецком но насколько я понял парень точно так же не обращал внимание на то какой толщины вот эти вот перемычки в принципе если есть желание можно менять местами только ребра при этом кубик у нас разбираться не будет для этого используется формула ю перм она очень простая у нас при этой формуле меняется местами три ребра при этом весь кубик остается собранным то есть здесь точно так же можно менять местами по три ребра каждый раз подгонять их под какое-то место и смотреть, соберется ли у нас кубик. Сборка головоломки оказалась не очень сложной и совсем не зрелищной. Дело в том, что я все делал на ощупь, и поэтому на камере практически не видно того, как я ее собирал. На камере она изначально выглядела как собранная, и в конце она опять же выглядит как собранная. Поэтому, надеюсь, сборка получилась интересной. Я просто сейчас уже посмотрел на компьютере те кадры, как я ее собирал, и понимаю, что не такая же она и зрелищная сборка. Но, тем не менее, головоломка интересная. Теперь я пытаюсь пояснить, как я собирал данную головоломку. Это не будет подробное обучение к сборке. Это не какая-то обучалка по деформированной центросфере. Я просто объясню свою логику решения. Все дело в том, что данная головоломка является модификацией кубика Рубика. Если вы умеете собирать кубик Рубика, вы, скорее всего, с ней справитесь. Но, тем не менее, сейчас я дам какие-то советы по сборке. И также сейчас обратим еще внимание на некоторые моменты, о которых я говорил, вот с этими перемычками. Как с ними необходимо обращаться. Так что сейчас пытаюсь объяснить свою логику решения. Надеюсь, вам это поможет, если вы не можете собрать данную головоломку. Для начала вам необходимо собрать крест на одной из сторон. Без разницы, какую сторону вы возьмете, потому что визуально ничем не отличается. Просто берете любую сторону. Желательно взять такую, где есть уже какие-нибудь ребра на своих местах. И теперь просто подгоняете каждое ребро. То есть я беру ребро, какое-нибудь здесь беру, подгоняю его сюда и смотрю, выпирает оно или нет. В данном случае у меня ребро не выпирает. Значит, это ребро может находиться здесь. Здесь оно не выпирает и здесь оно не выпирает. То есть данное ребро может находиться на этом месте. Кстати, вот таким действием, как я сейчас сделал, я не разобрал головоломку. То есть я, провернув на 180 градусов, не разобрал ее. А если здесь провернуть? Нет, на 180 градусов, если проворачивать, она не разбирается. То есть она получается симметрично все равно. После того, как вы на одной стороне собрали крест, то есть у вас здесь ничего не упирает на ребрах, здесь тоже ничего не упирает на каждом центре боковом, можно поставлять на свои места углы. Углы я поставлял следующим образом. Я просто... Вот у меня крест, он мне находился снизу. Я просто брал каждый уголок, загонял его пиф-пафом на вот это место. То есть я делал пиф-паф, загонял уголок на это место и смотрел, подходит уголок сюда или нет. Если не подходит, я делал еще несколько движений для того, чтобы развернуть этот уголок на этом месте. То есть это все делается пиф-пафами. В любом случае, я делал пиф-пафами и просто смотрел, выпирает он или нет. Просто щупал. Если все равно он выпирал, я подгонял следующий уголок, тоже его загонял, вращал-вращал Если опять же не упирает, загонял третий уголок и какой-нибудь уголок подходит, я его оставляю Перехожу к следующему уголку И так я загонял все уголки на свои места Я собрал первую сторону, потом необходимо поставить на свои места вот эти боковые ребра Боковые ребра ставятся очень просто Я просто нахожу какое-нибудь ребро сверху, вот здесь у меня есть ребро И я смотрю, вот здесь оно выпирает или нет Если оно здесь не упирает, я просто опускаю это ребро И смотрю, вот здесь оно выпирает или нет Сейчас выпирает, значит это ребро сюда не подходит Смотрим дальше Подгоняем следующее ребро Смотрим, вот здесь оно выпирает Смотрим следующее ребро Вот здесь вот это ребро не выпирает Опять же, подгоняем вот под это место И смотрим, здесь оно будет выпирать или нет Если оно не выпирает, обычным движением, как на обычном кубике Рубика Опять же, я напомню, что вы должны хорошо уметь собирать кубик Рубика Загоняйте это ребро вот на это место И так далее То есть вы собрали первые два слоя Это делается очень просто После того, как вы собрали первые два слоя Необходимо собрать крест на верхнем слое Здесь это делается очень просто Для начала вам необходимо понять Правильно ли у вас повернуты вот эти ребра Опять же понять очень просто Если у вас ни одно ребро не выпирает То есть они все вот так вот стоят Что никакого ребро не выпирает Значит у вас крест собран Если у вас какие-то ребра выпирают Значит у вас крест не собран И вы поворачиваете вот эти ребра обычными действиями То есть они могут располагаться не на своих местах Но в любом случае они не должны здесь выпирать То есть если не выпирать Значит у вас крест уже собран Потом будем их менять местами, если не стоять не на своих местах На следующем этапе нам необходимо будет вращать углы Для того, чтобы углы были правильно повернуты в обычном кубике, желтой стороной наверх Здесь у нас просто для того, чтобы углы были повернуты какой-то стороной наверх, которая нам нужна Для того, чтобы понять, правильно повернуты или нет Просто каждый уголок подгоняем под свое место Вот у меня есть один уголок Я смотрю, здесь, например, он не подходит То есть вот здесь он выпирает Я подгоняю под следующее место Смотрю, здесь он выпирает или нет Если он здесь опять же выпирает, подгоняя под следующее место Вот так вращаю каждый уголок и смотрю, подходит он под какое-то место или нет Если под какое место не подходит, я уже понимаю, что этот уголок необходимо будет вращать Прихожу к следующему уголку и так инспектирую все уголки Если у меня будет три уголка неправильно повернуты, это скорее всего мне необходимо будет делать рыбку То есть я вращаю и смотрю, как у меня повернулись уголки Если они повернулись недостаточно, не в ту сторону, например, я опять их вращаю и так далее То есть я вращаю уголки и смотрю, правильно повернулись или нет Потому что здесь понять сразу, как мне их необходимо будет повернуть, в какую сторону Это очень непросто Но в принципе в этом можно разобраться Но мне кажется, больше времени потратишь на то, чтобы понять, куда их нужно вращать Чем просто несколько раз делать какие-нибудь простые формулы, типа рыбки И на последних этапах, когда у нас уже все ребра, все углы правильно повернуты Нам необходимо будет их менять местами Здесь уже используются обычные PLL-формулы Меняем местами уголки, меняем местами ребра и кубик собран Давайте подведем итоги по деформированной центросфере На мой взгляд, головоломка довольно простая Хоть она изначально кажется сложной и собирать ее необходимо на ощупь Вам не нужно знать никаких дополнительных формул Вы просто собираете ее, как обычный кубик Рубика Единственная сложность заключается в вот эти перемычки в ребрах, о которых я уже много раз сказал И я не могу точно сказать, правильно я собрал головоломку или нет Потому что я просто-напросто не понимаю, правильно сейчас стоят эти перемычки или нет Потому что визуально вроде бы все правильно Но стоит немножко подвинуть, у нас здесь немножко сместится И кажется, что уже неправильно Поэтому наверняка сказать не могу Но головоломка интересная, необычная А самое главное, очень красивая То есть такую головоломку действительно приятно поставить на полку Она напоминает серию Jelly Cube от MoFung Сейчас даже принесу Недавно чаи MoFung выпустили вот такую серию полупрозрачных кубиков Называется серия Jelly Cube И в принципе немножко мне это напоминает Но данная головоломка намного более прозрачная И смотрится, мне кажется, даже покруче Намного круче Она очень красивая Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось Если так, не забудьте подписаться на мой второй канал Ссылка на него есть в описании Там же есть ссылка на мой инстаграм и на все остальные стальные сети И на этом все, спасибо за просмотр Всем пока Интересно, кто-нибудь досматривает вот до этого момента? Если вы досмотрели прям вот до этого момента, до самого конца видео Напишите об этом в комментариях Прям вот до самого конца Кто-то досматривает или нет? Мне кажется, 1% наверное А может быть даже меньше А может вообще никто не досмотрит Может быть я сейчас говорю, а это никто не посмотрит Такое тоже может быть Скорее всего так и есть Но если вы досмотрели, напишите об этом в комментариях Все Если досмотрел, молодец Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok